привет друзья сегодня хочу показать вам прививку винограда сделанную в саженец почкой саженец однолетний кобера сезон рос в том году осенью выкопаны такая корневая у него и сейчас я буду делать почку срезать и буду прививать сюда почку называется по-другому прививка спящие не спящая прививка почкой окулировка по-другому просто заложил пакет чтобы удобно было на себя не мокрой корни на себя себя не пачкать вот и дальше из инструментов у меня есть обычные ножи вот такие а я пользуюсь вот таким вот ножом строительным просто лезвия поставил сюда толстые черные они меньше гнуться и ровно можно срезать почку этими ножами буду пользоваться в мае когда буду делать прививки зеленым черное зеленым вращеб пока их уберем сторонку они нам не нужны вот так для этого беру спирт обычный ну вот у меня антисептический беру тряпочку в данном случае бинт меня хорошо протираю нож чтобы был чистая лезвия особенно смотрите если вы будете ставить в масле у вас будут лезвия тогда более тщательно протираете чтобы на срезаемом материале не было никакого масла протёрли дальше берем черенок наш тоненький срезаем точку с него вот сама . вот отступаем примерно полтора два сантиметра сверху и снизу столько же можно на ширину лезвия как раз два сантиметра делаем вот такую прорезь сейчас вы видите для чего и сверху начинаем вот таким не толстым слоем срезать чтобы древесины по минимуму захватывать вот можно такими раскачивающими тут почку пройдете низ сразу не стышите потому что норовится скачить нож плавненького так срезали и кинули эту почечку воду сейчас покажу вам с обратной стороны чтобы вы видели древесины видите по минимуму но тут вот есть чуть-чуть а здесь вот вообще нету вот дальше берем саженец наш вот он и как можно ниже почки ослепляем во первых как можно ниже прививаем к черенку винограда к старой лозе мочим ножик можно даже вот так рядом приложить и примерно пометить откуда она будет откуда резать от сих и до сих и и делаем срез мочим нож тоже срезаем не толстым слоем не надо срезать там много древесины буквально тут два миллиметра срезается здесь вот можно раскачивающими движениями обойти почку и если с первого раза не получилось можно подровнять это не страшно делаем даже такой карманчик небольшой вот можно подравнивать не обязательно это все с первого раза прям первого раза идеально может не получиться тут у нас в чем преимущество настольной прививки перед той которую мы делаем на огороде в том что нету солнца нету жары вот дальше берем и она не успевает пересохнуть ну чтобы она совпала на узле у нас можно подровнять старая старую вот эту древесинку срезать немножко вот так смотрите вот подрезать и вверх можно немножко подрезать если он большой вот так вот далее мочим прикладываем сюда все видите идеально все подошло теперь можно приматывать вверх единственного тут подрезать можно чуть-чуть вот так вот все в идеале подошло теперь берем ленту я пользуюсь алиэкспресс а вот такой вот лентой она продается стоит копейки там 30 рублей моток примерно а можно вот обыкновенного с рулона нарезать палетной пленки можно ее использовать буду пользоваться вот это с алиэкспресс она эластичная удобно для домашних прививок и все плотненько начинала обмотку если у вас даже с одной стороны вот смотрите если у вас даже с одной стороны вот здесь допустим вы приложили совпала а с другой стороны не совпало вот так допустим ничего страшного потому что она лишь бы с одной стороны камби совпал и когда can be совпадает с одной стороны она зарастает хорошо ну чтобы было проще можно вот так рулон оторвать пленку эту с рулона и просто вот так обматывать хорошо плотненько обматываем можно поджать дальше берем вот примотали берем пленку еще раз мотаем обматываем плотненько главное одно из условий плотно плотно обмотать пленкой хорошо чтобы привойная часть с подвойной плотно совпало и камбий чтобы совпал хотя бы с одной стороны прививки и тогда вас ждет успех все срастется хорошо и прививка благополучно будет расти и вегетировать только точку не заматывайте вот обмотали все дальше завязываем на узел и обрываем веревку обрезаем лишнюю вот дальше вот здесь у нас место прививки одну почку оставляем здесь не выше этой почки срезаем это делается для того чтобы подвой сам это . подвоя данном случае это кобер чтобы она подтягивала соки и когда она начнет прорастать вот эта почка приживется здесь мы эту почку обломаем и эта почка уже ну когда будет соки подтягиваться к этой почки они будут идти через эту почку нашу она будет увлажняться и будет хорошо расти ну вот показал как я сажение сделаю далее буду парафинировать его но сейчас покажу как я делаю на черенки прививку в расщеп кладу в ведро покажи что тут уже сделал саженцы тут делал и в расщеп их и почкой но дальше как я буду проращивать я сейчас вам расскажу их ну как я их буду кельчевать я обратно поставлю этот саженец вот сюда в пакет вовнутрь вот так естественно подпишу я покажу вот поставлю в пакет здесь у меня будет пропарафинирована точно так же как вот здесь вот я пропарафинирую вот это и накрою вот сюда переведи пожалуйста и вот здесь сверху одену пакет и вот это все поставлю вот так на подоконник и вот так на а теперь покажу как я прививаю черенки на подвое в расщеп ну вот берем допустим сразу возьму такой вот а маленький большие и длинные легче всего подструживать она удобно длинненький лежит в руке раз 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 давайте сразу на сложном вот допустим у вас вот такой допустим какой-то редкий сорт вы берете я вот так делаю от себя на конус срезаю неважно сколько вы раз делаете срез хоть один хоть два хоть 10 раз сделайте главное чтобы у вас был материал вот мокрый и на и на сырой палец выложили мы желательно чтобы нож был тоже сырой переворачиваете с другой стороны тоже подытываете его на клин повторюсь не важно сколько раз вы его будете заслуживать главное чтоб срез был ровный как бы на конус шоу четко вот здесь вот пошире в начале надо делать вот раз с этой стороны нормально ложите его дальше берете подвой давайте выберем сейчас с вами более-менее по толщине подходящий вот кобер есть ну на кобер не буду прививать наверно пока веру вот веру 3 на веру ли 3 хорошо корневая растет хороший подводим делаем расчет делали расчет смачиваем место расчета берем по двое вставляем вот с двух сторон редко совпадает они из 50 несколько штук всего лишь совпадают главное хотя бы чтоб с одной стороны у вас камбей совпал четко и все далее берете пленку и делаете плотненько обмотку чуть ниже вместо среза начинаете и плотненько-плотненько обматываете проверяете чтобы у вас этот камбей был четко не соскочил у вас по двое чтобы камби на камбей был по двое привое камби это зеленая полосочка за корой тоненькая такая шириной там примерно 1 миллиметр чтобы она совпадала по двое с привоем а это полосочка зелененькая и обматываете плотненько вверх прошли и вниз вот тут можно так надавить чуть-чуть пальчиками слегонца все прошли туда-сюда этого достаточно чуть чуть больше отмотали завязали ее и потом запарафинить запарафинить надо будет но это я покажу уже чуть дальше вот а сейчас пока берем подписываем название сорта вот по двое написано уже название сорта вот пишем аватар все по двое веру 3 можно будет чтобы видно было веру и ну дальше для страховки я еще подписываю на изоленте но так смотрите покажу вдруг это сотрется маркер черенка то здесь не сотрется и вот так вот это дело у меня получается дальше по рафинирую его и ставлю вот в этой посуде вот так вот водички у меня полтора сантиметра налито на дне и в теплом месте она стоит снизу температура у меня 24 градуса плюс-минус 2 градуса для корней чтобы корни образовывались лучше а наверху температура 26 28 градусов сверху я еще в качестве парничка просто пакет надеваю обыкновенный пакетик и так они у меня кельчуются примерно раз в четыре дня буду менять воду еще вы можете хранить вот на подоконнике ставить но если у вас есть дорожка такая как бы теплая до электрическая вы можете там отрегулировать температуру на ней но чтобы возле корней было двадцать один двадцать четыре градуса а наверху примерно двадцать пять двадцать семь градусов ну такое видео получилось простите что меня давно не было с вами на связи потому что все таки взломал ногу вы не знаете конечно но это так но мне уже получше вот теперь буду снимать видео почаще подписывайтесь на канал спасибо за внимание до свидания спасибо за просмотр